Девушки отдыхают В драматическом юбилейный 95-й сезон. Чем будут удивлять зрители и о чем мечтают в нашем интервью? Артисты, наверное, мечтают о каких-то ролях, а директор мечтает о большем количестве денег. Это информационный канал «Город» в студии Антона Киселенко. Здравствуйте! Одна серебряная медаль. С таким результатом завершились Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро для Алтайского края и его столицы. Болельщики ждали на пьедестале наших героев по плаванию, тэквондо и гребле. Ликовать пришлось только на стрельбище. Андрей Гречин, бронзовый призер предыдущих игр, был настроен войти в тройку в эстафетном отборе. Российская команда на первом месте. Но вот финал и обидная четвертая. Надежда на медаль потонула и в одиночном заплыве, когда он не смог пройти квалификацию. Почему, Андрей и сам толком не знает. Нелегко такое. Не то, что это самое серьезное потрясение в моей жизни. Или вообще то, что может быть. Ну, наверное, психологически. Ну и внутренне. Нелегко, наверное. Так неприятно, я бы сказал. Вот. Иногда дает о себе знать. Задолго до Олимпиады тэквондист Альберт Гаун заверил, привезу золото. Однако стартовый бой, который должен был привезти парня на пьедестал, Гаун позже назвал позорным. В 1-8 он проиграл олимпийскому чемпиону американцу Стивену Лопесу. Алтайские спортивные чиновники подчеркивают, все наши спортсмены были готовы идти на медаль. У кого-то сказался недостаток опыта, кто-то приехал в Рио уже измотанный. Где-то причины исключительно спортивные. Разбор полетов и возможная корректировка подготовки спортсменов еще предстоит. О реванше в Токио пока предпочитают не говорить, но из большого спорта никто из олимпийцев уходить не собирается. Стала известна структура правительства Алтайского края, которая сменит действующую администрацию региона. Накануне схемы утвердил глава региона Александр Карлин, а и она была опубликована на официальном сайте края. Новая система управления, напомним, будет действовать с 1 января 2017 года. Председателем правительства станет губернатор Александр Карлин. Сегодня он принял участие в прямой линии, которую ежегодно проводит Сибирская медиагруппа. Журналисты и редакторы изданий, входящих в холдинг, задавали вопросы, присланные читателями, зрителями и слушателями. Я точно знаю, что, например, в Барнауле дороги меняются в лучшую сторону. Ну, хоть как островы не поставьте вопрос. Да, есть внутридворовые территории, есть небольшие улицы в частном секторе и так дальше, и так дальше. Ну, проблема эта решается и заметным образом решается. Мы это видим. Будем работать дальше. Продолжение следует... Рак молочной железы выявляют у 1200-1300 человек. К сожалению, до 40% людей приходят к специалистам уже с запущенными формами. А потом, ну, каждый год это заболевание уносит до 300 жителей региона. Цель профилактической акции не только обнаружить злокачественную опухоль на ранней стадии, но и научить людей самообследованию молочных желез. Мы, конечно, хотели бы увидеть все слои населения, то есть и совсем молодежь, и женщин молодого среднего возраста. И я бы хотела еще обратить внимание, что мужчины, которых что-то беспокоит со стороны молочной железы, тоже обращались, потому что рак молочной железы встречается и у мужчин. Врачи будут принимать жителей края с 9 утра до 2 часов дня. С собой необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, а также СНИЛС. Кстати, по итогам проведения акции в прошлом году только у 2% женщин обнаружены злокачественные новообразования. И практически у каждой какие-либо иные изменения молочной железы. Полный список организаций, которые в этом году будут бесплатно обследовать жителей региона на рак молочной железы, смотрите на сайте Крайздрава. Продолжение. Получила майская история про барнаульскую пассажирку, попавшую в больницу после поездки в общественном транспорте. Ее семья обвинила водителя в невнимательном управлении. Лишь накануне на связь с нами вышел директор маршрута номер 37 в его автобусе и произошло происшествие. В редакцию руководитель принес бумагу, которая заставила сомневаться в версии пострадавшей. Рассказывает Анастасия Дороган. Этот козырь решение ГИБДД водитель маршрутки не виновен. Инспекторы опираются на показания единственного свидетеля. Она подтвердила, женщина выпала из транспорта, когда он стоял на месте. Пока шло расследование, инженер по безопасности Владимир Пучкин проводил дополнительные занятия по посадке-высадке пассажиров со всем коллективом. И поддерживал потенциального виновника истории. По взгляду, по работе я увидел, что он переживает. Хотя он не виноват ни в чем. По виду видел, что он замкнутый такой был. Ранее в нашем эфире вышел сюжет, где об этой истории рассказала внучка пострадавшей Дарья. Со слов девушки, здесь бабушка вышла из салона. Здесь водитель закрыл дверь и зажав руку пенсионерки. Остановился через пару метров. Тогда пенсионерка упала головой бордюр и получила гематому. После происшествия Дарья стала искать свидетелей. Но слова первого и, пожалуй, единственного очевидца, семья пострадавшей сразу поставила под сомнение. По словам моей бабушки, Людмилы Александровны, она заходила, когда бабушка сидела в скорой. Эта женщина начала говорить, что она вот выходила, и она сама упала. То есть водитель ни в чем не виноват совершенно. Но, тем не менее, эта женщина стояла на остановке. Опять же, повторюсь, бабушку высадили до остановки. Она не могла видеть всей произошедшей ситуации. Разобраться в двух совершенно разных версиях следователям оказалось нелегко. Дело осложнилось тем, что камеры торгового центра, расположенного рядом, остановку не захватывают. В итоге инспекторы постановили, в действиях водителя нарушений нет. А значит, он никак не мог вовлечь травму пассажира. Дело закрыто. Мы вновь связались с внучкой пострадавшей, чтобы узнать, почему история ее бабушки так разнится с официальной. Да, это она рассказывала. Не знаю, тогда как так вышло. Состояние бабушки нормальное? Да, сейчас отлично. Все вроде и голова зажила. Ну, все в порядке. Как-то замяли эту тему. Уже все отошло. Искать справедливость дальше семья пострадавшей не намерена. А вот кто окажется виноват в других автобусных историях – большой вопрос. Напомню, с начала года в краевой столице зарегистрировано больше 70 подобных происшествий. Анастасия Дороган, Павел Лауронин, информационный канал «Город». И вновь пробка в ленточном бару, жалуются водители. Правда, причина уважительная – расширение дороги. Оно пройдет в два этапа. На первом дорожники подготовят подъезды к путепроводу, доведя их до четырех полос. На втором реконструкция ожидает сам мост через железнодорожные пути. Основные черты будущей магистрали сегодня уже вырисовываются на месте строительства. Колышками размечены границы дорожного полотна. Самый трудоемкий процесс – набивка камнями, проволочных кубов или гбионов, утверждают дорожники. Они будут служить подпорной стенкой для автомагистрали. Завершить первый этап подрядчики планируют до зимы. Интенсивность движения по шоссе сейчас достигает 20 тысяч автомобилей в сутки. Расширение дороги значительно позволит разгрузить поток и снизить количество пробок на этом участке, надеются в главстрое и администрации города. Всего на первый и второй этап строительства из краевой казны потратят более 210 миллионов рублей. Здесь основная сложность – это высокоинтенсивность движения и сжатые сроки строительства. Перекрытие движения проектом не предусматривается, поэтому, конечно, трудности будут с движением возникать на этом участке, но полностью останавливать его не собираемся. В Барнауле и на территории края вновь активизировались клещи. Пик активности, похоже, пришелся на прошлую неделю. За минувшую семидневку в регионе зарегистрировано почти 130 случаев присасывания клеща. Статистика сезона такова, что каждый десятый укус был сделан паразитом, зараженным тем или иным опасным вирусом. Клещи, которые вновь громко заявили о себе, называются луговые. Как правило, они переносят брюшной тиф. С наиболее неблагоплавочными районами с точки зрения эпидемической обстановки сейчас остаются окрестности Барнаула, а также Первомайский, Солонешинский, Баевский и Советский районы края. Активность клещей продолжается в течение всего теплого периода года. То есть все зависит от погоды. Если погода будет теплая, недождливая, то клещи будут активны до начала ноября. Специалисты напоминают, в случае присасывания клеща необходимо сразу обратиться в медучреждение. Клеща желательно сохранить и отвезти на анализ в лабораторию. Если же паукообразное не впилось, после снятия с себя его можно сжечь. И ни в коем случае не пытайтесь раздавить его руками. Полувековой юбилей летного училища отметили в Барнауле, в столицу края. Чтобы отпраздновать это событие, гости прилетели со всей России. Среди тех, кто наблюдал за общением бывших преподавателей и курсантов. И за самим праздником был и наш корреспондент Илья Кочетков. Более 700 человек. Редкий случай, когда торжества проводят не на обычном месте у памятника Павлюкову, а на плацу. Иначе все бы просто не уместились. Преподаватели, выпускники. Большинство приехало со всех концов страны. Даже специальные авиарейсы из Москвы заказывали. Они признают, хотя училища давно нет, особый авиационный дух в городе все равно остался. Только брось клич, и вот уже сотни горожан присоединяются к праздничному шествию. На этот раз, правда, из-за ремонта моста через Барнаулку привычный маршрут сильно изменили. Но все равно в назначенное время все оказались в положенном месте. Основанное в 1966-м училище просуществовало 33 года. За это время из его стен вышли более 4 тысяч выпускников. Ветераны рассказывают, для преподавания отбирали лучших на тот момент практиков. Дмитрий Козлов вспоминает, отправляли в Барнаул, что называется, в приказном порядке. Я летал до того, потом командира полка вызвал и сказал, поедешь в Барнаулское училище к педагогам. Я говорю, ни в коем случае. У меня жена педагог, я не хочу. Он говорит, нет, мы много решали, но остановились на тебе. Ты курилку потом задерживаешь? То есть разговариваешь. Ты готовый преподаватель. 33 года училище выполняло поставленную задачу – воспитывать элиту военной авиации. В составе элиты четыре героя Советского Союза, в том числе погибшие в Афганистане смертью храбрых Константин Павлюков, вице-президент Российской Федерации Александр Рудской и многие другие. Когда в 99-м училище закрыли, для многих это стало настоящей трагедией. Но жаловаться не в их правилах. Недаром, говорят, летчика даже без формы можно узнать по особому взгляду. У него там мечта все время в глазах. Как бы где-нибудь при возможности какой-то слетать. И поэтому он все время там с этой мечтой. Ветераны говорят, пусть училища давно нет, но его традиции живут в стенах школы с первоначальной летной подготовкой имени Павлюкова. А значит, мечта о том, что когда-нибудь и масштабное летное образование вернется на Алтай, вполне реальна. Илья Кочетков, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Продолжается наш конкурс про слонов, победители которого получают возможность выиграть билеты в цирк и поездку на лимузине. Итак, очередной вопрос. Умеют ли слоны бегать? Ваши ответы присылайте на адрес нашей электронной почты. Кстати, 25 августа все желающие с 12 до 13 часов у торгового центра «Арена» смогут понаблюдать за купанием индийских слонов. Фото бесплатно. Театр драмы первым из барнаульских откроет очередной сезон. Кстати, 95-й юбилейный по счету. Его решили посвятить русской классике. 16 сентября первая премьера «Барышня-крестьянка». Что еще появится в репертуаре и какой подарок мечтают получить в день рождения? Об этом нам в интервью рассказала директор театра Любовь Березина. Ну что ж, здравствуйте. Год для вашего театра юбилейный, 95-й, как мы все знаем. Первый вопрос. В полном ли составе начинаем работу? Кто-то, может быть, пришел из актерского состава, кто-то ушел? К счастью, прибыла, не убыла. В этом году Анна Иванова Хромеева выпустила курс. И четыре человека, три мальчика и одна девочка стали актерами нашего театра. Они заняты в первой премьере сезона. И всегда, когда берешь актера, берешь нового актера, и всегда, вот я, например, надеюсь, что из этого вырастет большая-большая звезда. Будем надеяться и в этот раз. В этом сезоне мы по-прежнему останемся без главного режиссера? И все постановки будут принадлежать в основном Александру Зыкову? Ну, пока я не могу сказать, будет у нас главный режиссер или нет, потому что это, в общем, такая длинная история. В этом году, в этом сезоне, не в этом году, в этом сезоне Александр Маркович ставит премьеру спектакля Барышня Крестенко по Пушкину. Дальше идет, два спектакля подряд идут Максима Астафьева. На экспериментальной сцене Максим ставит спектакль, опять же, по Пушкину, станционный смотритель. Дальше традиционно новогодняя сказка. Дальше приезжает Алексей Логачев, ставит спектакль. Мы в этом году решили сезон объявить сезоном русской классики и хотим все-таки придерживаться этого. Поэтому приедет Алексей Логачев, который поставит Зойкину квартиру по Булгакову. Театр за сезон сколько способен выпустить премьер? Театр за сезон, ну, я думаю, что если говорить о большой сцене, да, то, и мы говорим о том, что 2-3 месяца нужно для того, чтобы репетировать, поэтому, ну, такие полнокровные, полноценные. А это же плюс еще и затраты, деньги. Поэтому полноценно, в общем, 3-4 спектакля – это максимум. Вы уже сказали, что этот сезон посвятили, решили посвятить русской классике. Так вот почему все-таки «Барышня-крестьянка»? Какие были еще названия? Все-таки открываем этим спектаклем. Мы объявляли об этом, мы говорили о том, что очень хочется поставить «Лодочника», и «Лодочник» у нас остается в планах. Просто мне удалось режиссера убедить в том, что «Лодочник» – это пьеса не для открытия юбилейного сезона, и поэтому мы остановились на Пушкине. Хочется, чтобы это было красиво, весело, чтобы это нравилось всем. Самая большая боль каждого директора – на сцене огромное количество артистов, плюс студенты 2-го и 3-го курса Академии. А боль, потому что нужно всех одеть, сшить костюмы, одеть, обуть. Поэтому я думаю, что это будет, в общем, такое красочное зрелище, потому что все наши артисты практически на сцене, плюс студенты. Сезон юбилейный. Как планируете отмечать, когда, возможно, этот фестиваль проведете? Очень хотелось это сделать вот прямо день в день. 27 ноября в 17.30. Как вам это понравится? Открываем зал и празднуем вместе со зрителями. То есть праздник будет и для артистов, и для зрителей. Я очень надеюсь, что он удастся. Принято подводить итоги, строить планы на будущее. Вот давайте все-таки про планы на будущее. Вот чего хотелось бы, о чем мечтаете? Пусть это будут не только творческие планы, да, но и какие-то финансовые вопросы. Мы привыкли ведь мечтать в пределах разумного. А, конечно, хочется. Хочется большие гастроли. Очень хочется большие гастроли. Очень хочется спектаклей, которые бы не заставляли думать, а как бы вот тут сэкономить, да? Вот открою небольшой секрет. Почему «Лодочник» в том числе не состоялся? Есть замечательный художник, с которым хотелось бы поработать. И когда он назвал цифру, сколько стоят его услуги, я сказала, сколько, сколько? Нет, нет, нет. Есть замечательные режиссеры, которые просят за свою работу столько, сколько стоит наш спектакль весь. Вот, поэтому я мечтаю о том, что к юбилею, к столетию у нас будет такая возможность. Мы сможем себе позволить платить достойные заработные платы. Это очень хочется. Но пока, к сожалению, мы понимаем, что мы живем не в безвоздушном постранстве, мы живем в предполагаемых обстоятельствах, поэтому всячески пытаемся какие-то копеечки заработать и повысить заработную плату. Но, увы, не теми темпами, которые нам хочется. Вот, ну вот я так мечтаю. Артисты, наверное, мечтают о каких-то ролях. А директор мечтает о большем количестве денег. Ну, я напомню, что сегодня моя собеседница Любовь Березина, директора Краевого театра драмы, и говорили мы о юбилейном 95-м сезоне. Необычное астрономическое явление можно будет наблюдать в небе над Барнаулом 24 августа. В одну вертикальную линию сойдутся две планеты и одна звезда – Сатурн, Марс и Антарис. В различные конфигурации выстраиваются в течение года, однако 24 августа они окажутся ближе всего друг от друга. Наблюдать это астрономическое явление, по словам специалистов, лучше всего за городом, где нет многоэтажных домов и высоких деревьев. Три ярких точки появятся на юго-западной стороне горизонта, их будет видно с 21.30 и до полуночи. В новом сезоне у Барнаульского «Динамо» впечатляющий старт. В четырех матчах одержано четыре победы. Болельщики уже и не помнят такого уверенного начала чемпионата от своих любимчиков. Помимо результата футболисты показывают и достаточно неплохое качество самой игры, добавляют эксперты. Кирилл Политов наблюдал за ходом очередного поединка, на этот раз против комсомольской смены. Отворот, поворот. «Динамо» дает сопернику уже третий домашний матч к ряду. Словно в лучших народных традициях, когда потенциальному и немилому жениху выкатывали тыквы, ни с чем оставляет гостей. Вероятно, в предвкушении таких результатов на главной арене края выросли бахчевые. Вот и дальневосточники из клуба «Смена» улетели с нулем баллов и столько же забитых. Надежды смены на положительный исход одним ударом под перекладину убил неугомонный Роман Тузовский. Вновь, как и в поединке против омичей, полузащитник выйдет на замену во втором тайме и вновь забьет. Этот туз в рукаве главного тренера, как шутят болельщики, оказывается исключительно козырным. Тяжело было, тем более две игры. Сыграли дом с Омском и Сахалином. Все эмоции там оставили, в первый тайм маленько нет, я думаю, пацаны просто подустали. Просто опять, наверное, удачно сыграли во втором тайме и забили свой момент. Свой стопроцентный момент был и у гостей, вот только праздновавший в этот день день рождения голкипер Богдан Горюкин словно стена. Второй забитый в исполнении хозяев назревал, но так и не случился. Как признался наставник Барнаульцев, рассчитывал, что отличится еще один игрок, выпущенный на замену. Прогноз не сбылся. У меня сегодня чуть-чуть было, что Липин забьет, но он уже не забил. Поздно выпустил. Поздно познал, а тогда чуть-чуть выпустил. Ну, он был хотя момент. Минимальная победа закрепляет сине-белых на первой строчке рейтинга. По пятам идет Сахалин. У островитян тоже 9 очков, но на одну игру больше. Через день переключимся от чемпионата к кубковым баталиям. Динамо поспорит с красноярским Енисеем за право сыграть на домашнем стадионе с действующим чемпионом страны московским ЦСКА. Благо тыкв на арене с запасом всем хватит. Кирилл Политов, Александр Антропов, информационный канал «Город». 28 августа за неделю до общероссийской премьеры в Барнауле состоится первый открытый предварительный показ нового комедийного сериала ТНТ «Ольга». Это история простой семьи. Главная героиня воспитывает двоих детей от разных браков, заботится об отце-алкоголике и пытается наладить личную жизнь. Зрителям показа может стать любой желающий. Нужно просто прийти в ближайшее воскресенье в 14 часов к экрану у торгового центра «Арена». Гостей ждет масса сюрпризов, развлекательные конкурсы с подарками от ТНТ, фотозона и самая главная возможность первыми в крае увидеть премьеру нового сериала. И о погоде в Барнауле завтра малооблачь, на ветер северный ночью до 8, днем от 13 до 15 тепла. Отличной вам рабочей недели. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин